Настоящие супергерои среди нас в Восточно-Казахстанской области подвели итоги народного голосования премии СГЖРЭК «Доброе сердце». Победители получили денежные сертификаты на миллион тенге от компании «Касцинк». История самоотверженности и настоящей отваги в нашем следующем материале. Проведение уже третьей по счету премии СГЖРЭК от компании «Касцинк» еще раз доказало. Восточно-Казахстанская область богата героями. Самые обычные люди не задумываются на помощь незнакомцам и детям, оказавшимся в беде. При этом рискуют своими жизнями и здоровьем. Подобных историй в этом году оказалось 15. Народным голосованием казахстанцы выбрали четверых претендентов наиболее достойных награды. В числе победителей, получивших миллион тенге, Раджан Айдарбаев. Если бы не он, полуторагодовалый малыш в Катон-Карагае мог утонуть в выгребной яме туалета. Велий нашел я его там. Там мусор, вода там, глубокий септик. Провалился я в воду. И в это время из волны она выплала в ребенок из-под воды. И в это время я вытащил, я передал им. Он сейчас бегает, все нормально, нормализовался. Учредитель премии «Сгужерек» компания «Касцинг» известна как один из крупнейших благотворителей страны. Голоса за своих героев казахстанцы могли отдать на специальном сайте премии. Итоги организаторы подвели традиционно в преддверии Дня Металлурга. К сожалению, из-за пандемии широкой торжественной части не проводилось. Людей, которые способны пожертвовать своей жизнью, способных рискнуть своей жизнью для спасения других, их не так и много. Но пример наших, награжденных, говорит о том, что эти люди есть. Их нужно ценить, на них нужно равняться. В числе победителей Айбек Абдрахманов, спасший жизни семьи человек во время пожара в Усть-Каменогорске. Еще двое жители областного центра Ахат Айдаров и Алишер Табулдеев разделили премии в миллион тенгена двоих. Дело в том, что оба мужчины, не сговариваясь, бросились в воду спасать годовалого ребенка, упавшего в реку Ульба. Ахат Айдаров решил, что свою половину премий пожертвует нуждающимся. Не размышлять слишком долго, а нужно действовать, просто действовать. Асем Караулова, Информбюро, Восточно-Казахстанская область.